Ёлки-палки, уже один месяц лета прошел, а я еще даже в море не купалась. Ну, зато, в принципе, косметикой пользуюсь круглый год, поэтому фавориты я для вас в этом месяце тоже подготовила. А начать это видео мне хочется как раз-таки не с косметического фаворита, а с, наверное, самого главенствующего фаворита за последние несколько месяцев. Я уже об этом рассказывала и в прошлом своем видео о фаворитах, и это живопись. Если вы следите за мной в Инстаграм или в других социальных сетях, то вы наверняка уже знаете, о чем я говорю. Если же вы новичок в нашей тусовке, то коротко себе, скажем так, я три месяца назад проснулась и решила, что я хочу попробовать живопись маслом. Вот я не знаю, откуда это взялось, вот просто вот хочу и все. В итоге я купила краски, кисти, начала что-то там, в общем-то, изображать на холсте, и мне это приносит просто огромное удовольствие. В прошлом видео о фаворитах я показывала свои четыре первых работы, и в этом видео я хочу еще показать три, которые... Три. Три, которые у меня... Которыми у меня пополнилась моя коллекция. Картинная галерея, скажем так, моя пополнилась. И давайте начнем по хронологии. Первую картину, которую я вам показывала, это была моя попытка. Первая, возможно, сделать полноценный портрет. Вернее, я выбрала для себя задачу попроще, потому что все же это в профиль изображение девушки, а не вот полноценный портрет. Так как у меня вообще никакой практики и образования художественного нет, то мне хотелось хоть как-то пощупать, попробовать, что это такое написать портрет. Ну, в общем-то, получилось то, что вы видите. Мне кажется, в принципе, достаточно неплохо, как для первого раза. После этого я решила, что портрет это для меня вообще проще простого. Поэтому я взялась за полноценный портрет уже девушки. И так родилась вторая картина. Ох, мама моя дорогая, сколько она забрала у меня силы нервов. Вам просто не передать. Я, наверное, больше месяца, наверное, ей занималась. Постоянно корректировала, постоянно добавляла, убирала. Это перерисовываю, это добавлю, это потом мне не нравится, потом опять что-то сделаю, потом опять исправлю. Короче говоря, это одно исправление на исправление на исправление на исправление. Но в итоге я уже решила остановиться на том, что вы видите сейчас. И просто поняла, что, наверное, я могу ее делать и доделывать, и переделывать до бесконечности. Поэтому лучше ее оставить так, как есть. Потому что мне все же кажется, что она неплохо получилась. И третья картина, которую я закончила буквально пару дней назад, это картина, которая предполагалась как подарок, который поедет за границу. И она была написана для людей, которым нам вот с Никитой хотелось, чтобы осталась память о нас, чтобы они могли вот где-то в доме ее, например, повесить и периодически, проходя мимо, вспоминать нас, нашу семью, что-то вот наше семейное. Таким образом родился сюжет Черного моря и нас в Черном море. Я туда даже нашего Сэмика дорисовала. И, может быть, эта картина чисто технически не нарисована там как-то суперклассно. Но я в ней вижу вот именно нас. Вот как оно есть на самом деле. Мне кажется, у меня получилось вот это вот передать. Ощущение, что это именно мы, что это не просто вот какой-то предмет декора, а что в ней есть какая-то своеобразная энергетика. И там наш семка получился ну просто идеальным. Причем я его сделала буквально вот за пару мазков. Я его абсолютно не вырисовывала, вот буквально там пару штрихов кистью сделала, и он вот вылепился, да. Бывают моменты, когда я долбаюсь там днями, просто днями долбаюсь над каким-то маленьким элементом, а он как-то получился вот так вот чик-чик-чик-чик и все. И как бы он идеально у меня сложился сразу практически. И что касается живописи в целом, то я начала немножко тоже расширять свой кругозор по художникам. И не только по художникам-классикам, но и по художникам-современникам. И по современникам интереснее всего, потому что сейчас искусство настолько разнообразное, настолько разноплановое. И я вот так начала попадать на разных художников, и вам, думаю, тоже расскажу. Будем с вами не просто о косметике рассказывать, но и о чем-то более высоком, об искусстве. В общем-то, хочу сегодня вам рассказать о сибирской художнице Елене Карловой. Ее работы, наверное, не похожи ни на что, что я видела до этого. И вот как я рассказывала о своей картине, что она какую-то энергетику передает. Так вот Елена создает как раз вот такие вот энергокартины. Она создает мандалы тоже, и картины тоже пишет в очень редкой технике золочения. У нее на сайте выложены все ее работы, и я когда их листала, меня они очень сильно впечатлили. В ее картинах присутствует какой-то магический символизм, который действительно на тебя способен повлиять. Очень круто такие картины вписываются в интерьер. У нее также есть модульные картины, которые состоят из нескольких форматов картин. И они так классно продуманы и очень хорошо сочетаются между собой. Сразу чувствуется эта энергетика. Также на ее сайте есть мандалы. И в целом вот ее работы, это не просто изобразительное искусство. Это именно более глубокое искусство, какое-то даже с одной стороны магическое, энергетическое, которое на тебя влияет и способно задать тебе какой-то определенный правильный ракурс даже. Я вам оставлю официальный сайт этой художницы. Вы можете зайти сами посмотреть на ее работы. Она также по мотивам своих картин делает и одежду, которую она называет счастливой одеждой. В общем-то загляните, посмотрите. Я уверена, что вы тоже вдохновитесь, вам понравится. Ну что ж, о высоком поговорили. Теперь давайте о нашем женском, о косметике. Мои фавориты. Один из самых больших фаворитов последнего времени это карандаш для бровей Colourpop. Оттенок у него, сейчас я вам скажу, Dope Tope. Я покупаю этот карандаш уже второй раз. У меня уже один такой закончился. Я уже купила второй. Я даже купила третий, который я подарю своей маме, потому что мама его тоже. Когда у меня была в гостях, присмотрела, постоянно им пользовалась. У меня сейчас этот карандаш в бровях. Мне кажется, что он идеально подойдет для шатенок, потому что это именно такой вот коричневатый, немножко теплый оттенок, но он очень красиво смотрится в бровях. Дальше хочу вам показать вообще неожиданный фаворит. Вот абсолютно неожиданный фаворит. Это подводка, которую я уже вам показывала и демонстрировала в стемпинг макияже. Она стоит, я не помню, вообще просто какие-то копейки. Я ее нашла на ebay, чисто случайно. Сугубо для того видео я искала материал, скажем так. Поэтому я чисто случайно на нее попала. Но она мне очень понравилась, потому что это обычный, казалось бы, фетровый аппликатор. Прелесть заключается в том, что он действительно очень хорошо пропитан подводкой. Зачастую проблема вот таких вот подводок заключается в том, что по теням они вообще настолько сложно рисуют. И этот аппликатор вечно немножко набирает в себя вот эти тени и после этого не хочет рисовать по веку. Вот с этой я пока проблемы не заметила. И даже если он у меня прослужит, я не знаю, месяц потом высохнет, мне все равно не будет жалко тех денег, которые я потратила, потому что это просто копейки. Также в последнее время очень часто начала пользоваться двумя продуктами, которые, можно сказать, даже в паре между собой идут. Первый это румяна от Ness Cosmetics, оттенок Bare Skin. Я уже о Ness Cosmetics рассказывала тоже в отдельном видео. Это косметика, которую выпускает визажист Елена Смирнова. Визажист очень-очень топовый, крутой. Они идеально просто подходят для светлого тона кожи. Сегодня я их тоже использовала в качестве скульптора скорее, чем румян. И вот вы можете их наблюдать сегодня на мне. Мне до этого было очень трудно найти вот такой вот удачный оттенок, который может заменять сразу и корректор, и бронзер, и румяна. То есть это три в одном действительно, в зависимости от того, с какой интенсивностью нанесешь, куда нанесешь и как нанесешь. Да, этот продукт 100% может выполнять сразу три функции. И еще один продукт, который я постоянно тоже использую за последнее время, это жидкий хайлайтер. И оттенок у меня первый Movie Star. Безумно классный продукт для того, чтобы использовать его не только на лице, но также и на теле. Я часто его использую на плечах, тоже на ключице часто наношу. И это не выглядит так, как будто я действительно хайлайтер нанесла. То есть нет вот такого вот свечения металлического. Но в то же время есть очень натуральное, красивое, естественное и дорогое свечение. В следующем после этого видео выйдет макияж полный лица и глаз. И там вы увидите практически все продукты, о которых я говорю в действии. И сможете посмотреть, насколько это перевоплощающий продукт. Я с Еленой Смирновой знакома лично. И она мне, кстати, тоже дала промокод на скидку. Я могу вам оставить этот промокод в описании. Если вдруг вы что-то будете заказывать, 100% вам пригодится. Особенно важная информация для визажистов. Потому что визажистам в первую очередь советую к этой марке присмотреться. А еще больше советую отдельное видео об этих всех продуктах посмотреть. Так как я там в деталях все рассказываю и описываю. Что касается общего тона лица, то я для съемки использую жидкие тональные основы. Но вот так вот для повседневной жизни я больше отдаю предпочтение на лето минеральным тональным основам. Вы уже знаете, что я очень люблю марку КМ Косметикс. У них просто потрясающий выбор минеральной косметики. И также я решила немножко дальше пойти и посмотреть, что еще у кого есть. И хочу вам, собственно, о результатах исследования в будущем рассказать. Сейчас покажу только один продукт. Это минеральная основа от Avon. У Avon вышла целая линейка такая вот очень современная, очень круто выглядящая. Которая называется Mark. И у меня это оттенок, сейчас я вам скажу, нюд. Я когда впервые увидела эту пудру, мне она показалась слишком темной. Но это так и есть на самом деле. Потому что очень темный оттенок. Но так как мне жалко было складывать ее в долгий ящик, я решила попробовать эту пудру как бронзер. И как бронзер она мне очень понравилась. Вот действительно этот оттенок безумно красиво выглядит как бронзер. В нем есть какой-то то ли мелкий шиммер, то ли сатин. Вот непонятное, неуловимое вот такое вот какое-то сияние, которое вот на щеках в районе скул выглядит очень круто. Я когда пользуюсь вот минеральной косметикой, делаю минеральный тон себе, минеральный бронзер, минеральные румяна. И вот какой-то легкий макияж глаз, меня всегда спрашивают, что это за макияж, так классно выглядит, так естественно, так красиво. То есть все даже это отмечают. Я никогда не наносила эту пудру на все лицо, потому что очевидно оттенок мне не подходит. Но вот в плане бронзера этот оттенок нюд очень крутой. Последнее, о чем сегодня хочу поговорить, это о волосах. С приходом жиры всем, наверное, хочется побрить голову на лысо или сделать какую-то прическу, чтобы убрать волосы с лица по максимуму. И также летом мне очень нравятся какие-то такие неряшливые прически. Казалось бы, с одной стороны, да, кажется, что как будто она проснулась каким-то кублом на голове и пошла вот так вот на улицу. Вот мне такое нравится. Если вам тоже это нравится, то я вам советую обратить внимание на что-то вроде морского спрея для волос. Я себе купила вот такой вот от марки Лакме. Этот спрей для волос попался мне на выставке косметики еще в мае, когда я на ней была. Вы знаете, вот действительно, когда я наношу его на чуть-чуть влажные волосы и потом делаю вот как-то вот так вот, получается, ну, как бы, черти что, и сбоку бантик. Но мне нравится такой эффект. Если вам не нравится такой эффект, то как бы окей, здесь ничего страшного нет, вы можете делать так, как вам нравится. Но в чем его фичка? Он именно добавляет вот такой вот текстуры волосам, и они становятся как будто немножко менее гладкие. И именно из-за своей вот такой вот ершистости они чуть-чуть лучше держат форму, какую бы вы им не задали. При этом нет ощущения противных волос, как будто они все склеены, как после лака. Но с этим средством очень важно не переборщить, потому что с ним есть очень тонкая грань между неряшливой укладкой и воронье гнездо на голове. Ну вот, в принципе, и все. Это были все мои фавориты за последнее время. Обязательно поставьте палец вверх, если вам это видео понравилось. И что еще? Подпишитесь на мой канал. Конечно же, если вы здесь впервые, обязательно это сделайте, чтобы не пропускать мои видео. А если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. На этом я буду заканчивать, и мы с вами увидимся через несколько дней в новом моем видео. Субтитры сделал DimaTorzok